Всем привет! Давай, раз, два, три. Давай, мы же команда. Вот так. По тебе я сильнее. Нам, чтобы этого Деда Мороза включить, нужны батарейки. Этого Аленя включить. Тоже нужны батарейки, да. У папы спроси. Давай, ну, папа, смотри. Папа, ты поставишь батарейку? Ну, если у нас такие есть. Катюша тут раскладывает свой подарок. Все распаковала. Так хорошо на этом коврике выигры настольные играются. Вообще ни капельки не жалею, что мы его на верх не унесли. Не постелили в детской, постелили здесь. Замечательный ковер, легко пылесосится. Мягенький. Алис, ну что, открываешь еще антистрессы? Просила меня, я вот взяла камеру, чтобы заснять. Давай, неси. Говорит, мамочка, ну, пожалуйста, можно я еще открою? Подожди, это же не антистрессы. Это же шоколадки. Ты же хотела антистрессы открывать. Чудо. Сколько ты хочешь открыть? Сколько? Да, сколько. Много. Ну, выбирай циферку. Пять хочу, а нет, эту хочу. Двадцать один, давай. Доставай. Кто это? Цыпленок какой-то. Что это за цыпленок такой прикольный? По-моему, морскую конюшку. А, морскую конюшку. А, по-моему, курица какая-то. А, может, и курица. По-типу, какой-то джетти кидали. Помнишь, когда-то? Кстати, умки, будем такую курицу покупать? Помнишь, как она лякала все время? Да, это мои джели-усенок. Да? Вот так антистресс интересненький. Кря-кря. А в голове дырка зачем? Палец засунуть? Наверное. И на пальцы крутить его, болтать, наверное. Кря-кря. Привет, я цыпленок. Желе какое-то болтается. И крутит. О, вот это, наверное, для этого он и создан. Растягивать. Я лечу. Я лечу. Ужас. Скажи, я лечу. Если ты его отпустишь, так растянешь и отпустишь, он реально полетит. Одну сторону отпустить. Я лечу. Нет, не летит, ляпает. Я лечу. Я лечу. Полетел. Фу, какая мерзость. Оно еще и дыбкой. Бля, здесь не просто прорезано под палец. Теперь это. Это же. Что там попалось такое? Слушай, антистресса интересная. У нас таких и нет. Да? А ну покажи. Дай посмотрю. Там просто. А, смотри, там нужно, чтобы в шарик попал тот кружочек. Нужно его закинуть тот кружочек. Слушай, ну если это не будет получаться, то это не антистресс, а наоборот стресс. Тогда не получается. На. Пробуй. Надо подкидывать, чтобы он в тот кружочек упал. Подкидывай вверх шарик. Да, вот так. И чтобы он упал в тот кружочек. А еще можно попробовать его перевернуть и туда свалить. Ну что, хватит на сегодня антистрессов? Нет, еще не хватит. Гелент, самое интересное, Гелент, календарь у нас. Давай! Вот так оно щелкает. Теперь это давай откроем цифру 8. Давай, сама открой. Если сильно захочешь, то откроешь. Давай завтра тогда уже, да? Нет! Нет? Давай сама. Нет, если сама не откроешь, тогда завтра. Хорошо. Да, давай. Или сама восьмерку открываешь, или завтра. Сама. Посмотрим. Большим пальцем нажимай вот этим. Сильно. Как сильно? Вот тут с краешку нажми. А, так оно длинное, смотри. Вот тут надо где-то нажимать. Вот тут нажимай. Ой, ладно, пап, помоги. Пальцы сломай. Да, пальцы сломаю. О, что там? Это у нас есть. Точно, у нас такие есть, только у нас побольше. Да, у нас большой. А это маленькие. Это младший брат. Таких у нас полным-полно. Это антистресс. Это антистресс. А палюка-палюка. И еще довольно много осталось, слушайте. Уже так много открыла. Алиса, не ложи только вот эту липучку на коврик. Давай вот тут. Хорошо? Хорошо. Теперь вот это. 24 вот эту огромную? Да. А, интересно. А, понятно, поп-ит. Поп-ит. Так говоришь, как будто у тебя их нет. У тебя их полно. Открываем поп-ит. Давай вот это последнее. Чтоб завтра тоже интересный день был. Да, тут еще много. Давай их завтра достанем. Останем. Давай. Давай, хорошо. Уложили сейчас спать. Мы тут с девчонками в Хосте играем. Настя пока ждала, пока мы там антистресс открываем. Что-то тут нарисовала. Так, просто. Еще играем? Да, давайте. Я уже хочу спать. Та рано еще спать, зайка. Семь часов вечера. Подожди еще два часика. Смотри, мама. Что ты? Руки блестят. Руки блестят? Шиммером. Этими шиммером. Каким шиммером? Ты ей намазала руки, Катюша. Этими шиммерами. Шиммерами. Катя. Они блестят. Смотри. Вторая защита от солнца, да? Что, они реально так называются? Это защита. Это именно, чтобы блестить. А, это красить на блеску. Красивая, Лисочка. И шиммеры сразу же спают. Я думала, что нет слова шиммеры. Думала, Лиска выдумала. Такого не знаю. Воздух. Чуть-чуть. Что, чуть-чуть? Холодка нам чуть-чуть? Да. Холодного воздуха. Так, у нас вечер. Мы почти уже ложимся спать. И Алиса опять попросила открыть. Я вам быстренько покажу, что здесь было. Это все мы с ней уже открыли. Антистрессы какие еще. Ну, вот такой горошек у нас и раньше был. Вы уже его видели у нас на канале. Он просто вот так выдавливается. А вот такого ореха у нас еще не было. Но принцип тот же. Тот же, что и у горошка. Вот выдавливаются такие штучки. Кстати, получается две сразу выдавить. Вот. Потом такая штука у нас тоже есть. Таких несколько у нас тоже было. Это прыгунчики такие классные. Ставишь его, прижимаешь, отпускаешь, он прыгает. Причем допрыгивает аж до потолка. Дальше нам попался вот такой мячик. Такого у нас тоже никогда не было. Я так понимаю, это просто в руках крутить. И вот такие какие-то колечки сцепленные попались. Так орет волк. Алиса, ну погоди, смотрит и суп кушает. Пока я вам это все показываю. Ну и вот такие штуки вы тоже у нас видели. У нас такие были. А, хочешь все дооткрывать? Давай доешь и дооткрываем. Я подожду тебя. В общем, сложили мы с Алисиком сюда почти все, что было. Ну, уже две штуки не нашли, что было здесь. Либо здесь вот это было сложено, у квадратика здесь что-то было. И кольцо, вот это, которое самое первое попалось, тоже где-то они с Настей задевали. Так почти все мы сложили в эту коробочку. И уже сейчас дооткрываем до конца. Да, зайка? Да. Давай это. Давай. Вау! Что там? Это червяк. Какой-то запутанный. О, распутался. А, у нас такие похожие были, помнишь? Да, вчера были. Раньше, не вчера, а раньше. Раньше. Да, тебе надо слово вчера заменить на слово раньше. Так, какой теперь? Этого. О, еще один. Такой же антистрессик. О, папа, там свой антистресс покажи. Кофеечек. Ой, еще в этой чашечке. А ну, покажи, как оно смотрится. Все, распутала. Распутала? Хорошо. Я это, теперь я... Вау! Что это еще такое? А, желейный такой. Такие быстро пачкаются и портятся. А, король желейный. Правильно, что он упакал он так. Привет, я цыпленок. А ты кто? А я котенок или поросенок. Вау. Вау, котенок. Хрю. Хрю. Мяу. А я военно голубь. Наверное. Ох и голубь. Уж прямо сразу это... Павлин еще скажи. Ладно, давай... Павлин может. Давай досмотрим. Что у нас тут осталось уже совсем чуть-чуть. Ой, еще видно желейный. Другого цвета. Какой мягкий. Конечно. И последний. О, а здесь вот такая вот змейка. А что она запутанная? А она разбирается. Мама, открой это и это. А, мы же еще одну не открыли. Вот смотри, девятнадцатую не открыли. На, змейку свою. Спасибо, что змейку открыла. Ой, не кидай их на кровать. Лучше сюда ложи. На нем мусор набирает на себя шерсть котячу. Что делает это? Класс. Она еще и разбирается тут, я знаю. У Кати и Насти в детстве такие были. Они тогда популярные очень были. Всякие разноцветные. Мяу. Прям вспомнилось. Открывать эту последнюю? Да. Это вчера у нас было. Да, у нас такая была. Ну, кстати, где-то тоже потерялась уже. И это вчера было. Да, ну, такие порвались у нас тоже. Кстати, их тянуть можно. А это вчера не было. Да, такое не было. Не вчера, а раньше. Раньше это вчера. Вчера это то, что было вот перед этой ночью. Вчера. Именно вот в прошлый день. Как и вчера на море мы были. Вот, мы не вчера были на море, а раньше. Мы аж летом были на море. А вчера у нас уже зима была. Ну, вернее, вчера еще осень. Сегодня зима. Я хочу все это забрать, потом сложить. Давай вообще из коробки сейчас достану. В тот момент, когда я подумала, что нереально попасть туда внутри, я попала. А так как-то подкинула, и он попал. Ну, вообще это сложно сделать. Реально, вот эту игрушку я бы не назвала антистрессом. Потому что раздражает, что он вообще туда не подскакивает. А скорее раздражает, чем успокаивает нервы. Что ты вот отворишь с котиками? Как тесто катаешь. Мама, прости, что испортила. Прости, прости. Зайка, это твое, а не мое. Чего ты извиняешься? Ничего страшного. Видишь. Ну, ничего, они стираются так. Это же не ты виновата. А кто испортил? Ну, это их так сделали плохо, что они сразу стираются. Только их в руках помнешь, и стираются глазки. Это не ты виновата, зайка. Чего ты так боишься всегда? Она всегда так боится, что ее будут ругать. Ну, мы же ее много не ругаем. Часто не ругаем. Да, бывает не без того, конечно. Иногда делаем замечания, ругаем. Ну, в воспитании это тоже должно быть. И ругать. Ну, не так же, чтобы так прям бояться, что вот так боится, когда что-то не так сделает, где-то поломает. Это прям ужас. Такая, видать, чувствительная натура. Может, действительно амбидекстер, вот, который двумя руками владеет. Я почитала про них. Мне кто-то в комментариях писал, что лис амбидекстер. И они реально более такие чувствительные дети, может быть. Ты амбидекстер? Да, я дичил краску. Снимаю речу котика. Так, ну что, если ты хочешь смотреть посылки, то, наверное, надо антистрессы складывать. Нам тут пришли посылки. Кажется, здесь тоже дыхательный тренажер, судя по звуку. Я же их несколько заказала. Вот, точно, так и есть. Только знаете, что интересно? Это другой фирмой. И это испортиться может? Конечно, может. Лучше ложи туда. Это же все твое. Зачем ты все вынимаешь сразу? Пусть все лежит здесь, а то, чем играешь, собери. У тебя же никто не забирает эту коробочку. Она твоя. В общем, взяла разных фирм, чтобы сравнить качество. Этот вот такой. Предыдущий я вам показывала. Но, вообще-то, они друг с другом очень похожи. Вот. Вот такой вот он. А это куда вообще? Сейчас Алиса, папа, попробует, как этот тренажер работает. Нам продемонстрирует. Ага, сейчас, как думаю, ни один шарик не взлетит. Так надо, по-моему, в себя воздух, да? В себя? Ну, там фильтр стоит, значит, наверное, в себя. Да, вот так. Их надо удерживать. О, видишь, как легко у тебя получается. Ну, хорош, если тебе плохо. Ты что? Из ушей не выходила. Пугаешь. Играть прям нужно. Тренировать дыхательный аппарат. Вроде бы объем легких увеличивается, если этим заниматься. Я хочу подуть. А это очень хорошо, да. Так еще должны быть. Давай откроем еще одну посылку. Я их несколько штук заказываю. Я думаю, что они вместе пришли. Ну, чтоб всем разные. Не в один задышать. Так, вторая посылка какой-то подарочек с бантиком. Понятия не имею, что это. Честно говоря, как-то, как-то стрёмненько. Ух ты! Кто это такой? Это котик. Котик в шапке тигренка? Котик. И в штанишках? Блин, это был подарок. Котик. Кто ж тебе прислал такой подарок, а, Лисочка? Как ты думаешь? Это, я думаю, это дядя Курьер. Да. Дядя Курьер. Дядя Курьер доставляет заказы, которые мама делает. Теперь я так... Слышишь? Кто такой дядя Курьер? Расскажи. Кто он такой? Почему он нам привозит посылки? Потому что... Почему? Не знаю. Скажи мне. Ну, как ты думаешь? Как ты думаешь? Почему он нам привозит посылки, дядя Курьер? Думаю, что подавает. Продает? Да. Ну, да. Он привозит то, что я покупаю в магазине, он просто нам привозит. И мы ему за это денюжки платим, за то, что он привозит. Понимаешь? Да. Поэтому он не мог подарить тебе. Он не дарит. Ты правильно сказала? Он продает. А это тебе кто-то прислал прям подарочек с бантиком. Котён, это милый. Его ложить туда? Нет, конечно. Бери, играйся. Зачем же его уже ложить? Я его положу. А у него снимается шапочка, штанишки? Попробуй. Попробую. Его зовут Барсик. А, Басик. Басик его зовут. Басик. Басик, котёнок Басик. Это как надеть. Да, вот так лапку просунь. Сначала вот туда лапку в дырочку просунь. Одну лапку. Потом вторую лапку в дырочку. Думаешь, легко детей одевать? Ага. Сложно, конечно. Поставили батарейки. Ура! 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 Ура!